Без воды и лишней информации я тебе расскажу, как сделать точно такие же часы. Время они синхронизируют через интернет, показывают подписчиков в инстаграме и на ютубе, а также показывают погоду через яндекс. Видео с DIY не всегда хорошо залетают, поэтому не забудь подписаться и поставить лайк. Я очень старался. Для начала тебе нужно распечатать 5 деталей. 4 ты видишь перед собой, это корпус. И еще одна это решетка под экран. Цвет, естественно, ты можешь выбрать свой. Всего нам понадобится 3 микросхемы. Первое это матричный модуль Max7219. Он может быть красным, синим и зеленым. NodeMCU версии 3 и microUSB. Естественно, все ссылки, схема пайки и прошивка в описании к этому видео. А как прошивать я расскажу немного позже. Также тебе понадобится акриловое стекло, которое подойдет от упаковок или CD-дисков. Края необходимо подточить наждачной бумагой, чтобы они залезли в нашу модель. У меня акрил 1 мм, но можно использовать и тоньше и толще. Можно экспериментировать и использовать другого цвета стекло. Также нам понадобится какая-нибудь пленка, которая нужна для того, чтобы рассеивать свет от матричного модуля. Потому что он изначально яркий. Я использую старую среднеформатную пленку. Но можно, например, использовать скотч или тонировочную пленку для автомобиля. После того, как все подогнали, подключаем и проверяем, как все будет работать. Прошивать и настраивать нужно до того, как все собираешь. И об этом я расскажу далее. А мы сейчас все собираем. Но данный этап сборки является финальным. А вернемся к прошивке. В архиве ты увидишь такие файлы. Сначала нужно установить драйвера и Arduino IDE. И после этого запустить наш установщик прошивки. То есть флешер. Прямо в плату ноды MCU подключаешь microUSB. И сам ноды MCU подключаешь к материнской плате. Запустив флешер, ты увидишь такие окна. Заходишь в конфиг. Там выбираешь нашу прошивку, которая лежит в архиве. Название у ней тоже, поэтому ничего не перепутаешь. После того, как нажимаешь ОК, увидишь такие числа. Это не меняй. Компорт ты увидишь при подключении ноды MCU к компу. И здесь появится различный MAC адреса и QR код. Можно нажать флеш, но перед этим лучше баудрейт поменять на 115 тысяч. Это будет надежней. После того, как все поменял или оставил как есть, у тебя будет заполняться нижняя строка. То есть происходить прошивка нашего ноды MCU. После того, как все закончится, ты его переподключи. И увидишь незапароленный Wi-Fi. Подключись к нему, перейди по этому IP адресу и начинай первоначальную настройку. Там разберешься. URL адрес своего канала ты можешь найти в своей творческой студии в настройках канала. Вот до нижнего подчеркивания это твой URL. А вот с API немного посложнее будет. Для начала ты в файлике с API заходишь по адресу. Если ты авторизован в своем аккаунте, он тебя перекинет в личный кабинет получения API своего аккаунта. Внимание! Никому не передавай собственное API. Это важно для доступа к своему аккаунту. После этого нажимаешь Burger, после этого нажимаешь API and Services и после этого выбираешь Enable API and Services. Если, конечно, в этой вкладке не был ты изначально, как был я. Поэтому дальше нажимаешь окошко Search, там вводишь YouTube. Там видишь YouTube Data API версия 3. И выбираешь его. Важно выбрать это окошко, а не какое-то другое. После этого у тебя откроется такое окно с надписью YouTube. И там будет немного другое. Что-то типа Try IP или что-то типа того. Нажимаешь использовать, ждешь некоторое время и заходишь в окно, которое называется Credentials. Или типа того. И здесь уже увидишь свой API Key. Он будет справа, надпись Show Key. Я думаю, тебе не стоит объяснять, что эти все ссылки нужно вставить в веб-интерфейс наших часов и все будет работать. С настройкой погоды все намного проще. Заходишь вот сюда вот. Выбираешь свой город. Это самая главная страница Яндекса, если что. Выбираешь свой город. Нажимаешь ОК и вбиваешь в поиск все что угодно. Например, опять же город. И здесь будет такая надпись LR213, например. Это для Москвы. Забивая любую информацию, ты будешь получать ID города. Этого города, если ты все изначально на главной странице выбрал правильно. И все. Вбиваешь этот ID в свои часы и пользуешься. С Инстаграмом, я думаю, все понятно. Там просто логин, а обновление происходит каждые 2 минуты. Поэтому, если информация неправильная, немного потерпи. И все. Наслаждайся своими новыми классными часами. На проект у меня ушло менее 10 долларов. Со временем я его немного усовершенствую. Поставлю другое стекло поновее и другую пленку. А с тебя подписка, лайк и может даже репост. Спасибо, что посмотрел. С тобой был Провальный. Пока.